Значит, коллеги, у нас сегодня достаточно много вопросов, которые нужно рассмотреть, поэтому, чтобы не было никаких разочарований, разочарования – это несбывшиеся ожидания, я сегодня какие-то детальные, мелкие технические моменты вдаваться не буду. Значит, ваша сегодняшняя основная задача – понять принцип, как это работает, и главное – ответить на вопрос, а нужно ли это вам? Вот кто скажет, что да, мне это нужно, и скажет, что я это буду использовать, вот дальше мы тогда разговор с вами продолжим. Мы сегодня поговорим о прямых эфирах чуть-чуть. Сегодня мы доделаем воронку вебинарную, но она уже сделана, я вам просто покажу, как она работает. То есть вот такие они понарены, мы ее доделали. Вот, расскажу, как делается рассылка, и расскажу, как работают живые чаты в сервисе Smart Responder. Именно через этот сервис мы создаем наши базы клиентские, и по этим базам работаем с помощью этого сервиса. Вот, и последнее, что мы сегодня сделаем, но не менее важно, это подготовим рекламные материалы для вебинара, который у нас пройдет в четверг. Это по Гусакову. Ольга Васильевна все выслала, все текстовки, поэтому нужно будет делать какую-то хорошую картиночку, и вперед приглашайте. Так, значит, первый вопрос – это прямые эфиры, причем прямые эфиры в Инстаграм и прямые эфиры в Инстаграм с компьютера. Вот такой вот вау, букет получается. Но, коллеги, нужно понимать, зачем эти вообще прямые эфиры для вас. Как вы думаете, для чего вам каждому нужно этим заниматься? И, к сожалению, только один человек этим более-менее регулярно занимается, Татьяна Фанальевна. Для чего эти прямые эфиры? Для топливного продвижения. А скажите, пожалуйста, это не респрим, а именно прямые эфиры? После таких вопросов я начинаю полностью в ступоре быть, понимаете? Я не знаю, что ответить. Честно говоря, я просто... Я не знаю, что ответить на эти вопросы. Ну, не ругайтесь, не ругайтесь, потому что, ну, я только все это не знаю. Ну, потому что могучий русский язык, но ответ только один. Я, честно говоря, я не знаю. Ну, вам ответить на этот простой вопрос. Хорошо, все, поехали дальше. Сегодня о сервисе ReStream мы поговорим. То есть вы путаете теплое и мягкое, понимаете? Есть вообще прямые эфиры, а есть как их реализовать. Сервис ReStream – это один из 128 вариантов, как это реализовать. Понятно. Для того, чтобы сделать наши прямые эфиры более эффективными. Но вопрос был вообще, для чего вам, в принципе, эти прямые эфиры? Почему я об этом говорю? Почему об этом было много записано в обучающей платформе? Потому что вы все, все допускаете одну и очень большую ошибку. Вы продвигаете компанию и продвигаете продукцию. И думаете, что все это правильно, и так оно и должно быть. На самом деле вам необходимо продвигать себя, свою экспертность, и через свою экспертность, только через свою экспертность, продавать продукцию и услуги компании. По-другому работать вообще не будет никогда. Вот, ну, поверьте мне, как показать свою экспертность? Нужно, чтобы вас видели, чтобы видели вас, чтобы вы говорили с людьми, общались и показывали, что вы в этом вопросе разбираетесь. Лучше, чем на прямом эфире, это не сделать. Потому что, да, конечно, можно записать видео. Можно записать видео. Но чтобы записать видео, что нужно сделать дальше? Какие еще два шага нужно сделать? Вот есть у всех присутствующих понимание? Что нужно, если я хочу записать видео? Нужно, чтобы хорошая была запись видео, именно и хороший звук. Это все нужно и для прямого эфира, и хороший звук, и чтобы вы там не в темноте сидели, там, с дергающимся. Это для любого видео требуется. Но если мы... Но в начале должна быть аудитория для прослушивания этого видео, если я понимаю правильно. Собрать аудиторию. Ближе. Но, смотрите, давайте не буду вас терзать, потому что я чувствую, это всех нервирует. Да я не знаю. Тратится время. Значит, коллеги, смотрите, если вы хотите стать человеком, который разбирается в видео, и хотите именно записывать видео, вам нужно как минимум еще освоить два навыка, понимаете? Два еще навыка надо освоить. Это монтаж видео. Вот почему у нас была встреча по программе Camtasia Studio. Потому что, когда вы что-то записали, это нужно будет смонтировать. И поверьте мне, монтаж видео, это занимает достаточно много времени. Вот Татьяны Болговой тут нет. Вот просто ей задайте вопрос, сколько она там потратила времени на монтаж там пятиминутного ролика. Она вам честно скажет, сколько она на это потратила времени. Я уж не говорю про количество потраченных нервов. Поэтому необходимо видео монтировать, тратить на это дополнительное время. Но самое главное, как вы правильно сказали, человек с мужским именем и женским голосом, это кажется все-таки Ирина, нужно это видео потом еще и продвигать. Понимаете? Чтобы вот те временные затраты, которые вы вбили в запись, в монтаж, чтобы они хоть как-то окупились. Потому что, извините, извините, если вы что-то сделали очень хорошее, и красивое, но это видите вы и ваша мама, и ваши дети. Больше никто это не видит. И вы надеетесь, что через 26 лет узнают, что вы какой-то крутой эксперт. Ну да, узнают, но вот именно через 26 лет. Нам нужно, чтобы об этом узнали хотя бы побыстрее, хотя бы через недельку, или хотя бы через месяцок. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас знали, видео надо продвигать. То есть делать то, что называется охватить больше аудитории. Если вы не умеете этого делать, если вы не готовы тратить свое время, либо деньги, чтобы вас видели, заниматься продвижением, народ, ну тогда у вас единственный способ проводить прямые эфиры. Почему? Потому что сразу во время прямого эфира происходит монтаж и запись этого видео. Вы на это не тратите время. И сама социальная сеть, куда вы ведете прямой эфир, она сама его продвигает. Понимаете? Я приводил примеры, не хочу сейчас на это тратить время, посмотрите, какое количество просмотров, какое количество просмотров набирает даже плохенький прямой эфир, с красивым хотя бы названием, и какое количество просмотров набирает даже какое-то развлекательное видео, если вы его не продвигаете. Все понятно. Вот. Поэтому прямые эфиры, это реально круто. Реально круто. Они продвигают вас, как специалисты, продвигают ваши аккаунты, делают активность. Зачем нам Инстаграм? Ну, потому что большинство из вас почему-то считают, что Инстаграм – это решение всех ваших проблем. Я прав? Или что-то не то сейчас сказал? Игорь, извините, а если я очень равнодушно к Инстаграму отношусь, рестрим, может, у меня достаточно? Сейчас я к этому иду, Татьяна. Я к этому медленно, но уверенно иду. Ну, Инстаграм считается модная сеть сейчас, и туда маркило. Ну да, там молодежь. Да не модная девочка. Вот с такими губами, да? С такими губами женщины они считаются. Ну, ладно, хорошо. Значит… Нет, не только с такими губами. Ну ладно, другие вещи я показывать не буду. Давайте, ладно. Значит, коллеги, если вы считаете, что Инстаграм – это решение ваших проблем, и, заходя в эту социальную сеть, вы чувствуете себя комфортно, вы видите, что то, что вы делаете в этой социальной сети, получает отклик. Понимаете? Ну вот вам там комфортно, и вы видите, что я там что-то делаю, и идет какая-то ответочка. Понимаете? Значит, ну, скорее всего, да, вот Инстаграм для вас – это вот зашибись. У всех есть такая социальная сеть, которая нравится всем. Значит, Инстаграм – так Инстаграм. Ведите прямые эфиры в Инстаграм. Но, смотрите, коллеги, если вы хотите, например, вот эту вот нашу встречу, которую мы сейчас проводим, где? Мы ее проводим в Зуме, правильно? Вот если вы хотите, чтобы вот эту встречу со всеми вашими знакомыми, друзьями, со всеми этими разговорами, со всей этой перепиской, со всеми этими презентациями, которые, наконец-то, научились люди делать, вот Ирина Шатохина вот прям реально вот прям порадовала, делала профессиональную презентацию. То есть, значит, можно эту тему, понимаете? Вот если вы хотите, чтобы вашу презентацию увидели не только люди, вот которые сейчас у нас тут в этой комнате, да, а чтобы это увидели еще и люди параллельно, которые смотрят нашу трансляцию в социальных сетях, нам нужно запустить эфир в социальные сети. Вот наша версия, профессиональная, наш тариф, зума профессиональный, он позволяет взять эту трансляцию и пустить в другие социальные сети. Я могу ее вот прям взять и запустить в YouTube, там, в Facebook и так далее. В принципе, даже могу запустить в один Instagram. Вот ничего, вот сейчас могу нажать, и пойдет эфир в Instagram. Платная версия зума представляет такую возможность. Но, что мы с вами хотим сделать? Для чего мы проводим прямые эфиры? Для того, чтобы нас знали больше людей, да? И нам одна социальная сеть, она нам маловато будет, понимаете? Поэтому, что мы делали и что мы делаем и сейчас делаем? Мы с вами, вот кто посмотрел ролики на платформе, я вот всю эту схемку, как у нас проводится с технической точки зрения наше прямое эфир, я показываю. Что мы делаем? Мы берем вот ту трансляцию, которая у нас идет в комнате зум, и с помощью вот этого замечательного сервиса, который называется Restream, просто берем и раскидываем в социальные сети сразу же, не в одну, что нам предлагает зум, а раскидываем сразу как минимум в четыре. Вот, видите? Сразу на YouTube, ВКонтакте, ВООНОКЛАССНИКИ, ВФейсбук, да? Если бы я вам сейчас показал свой аккаунт Restream, там их 12, потому что 30 платформ позволяет подключить Restream. Вот, видите, каждая эта кнопочка, это какая-то социальная сеть, либо какая-то платформа, где транслируется видео. И вы можете любую из них подключить и вот к этому списку, куда вы ведете трансляцию, добавить. И тогда, естественно, вас будут видеть больше людей. Идея понятна? Всем понятно, что если бы мы транслировались только на YouTube, нам бы там смотрело 10-15 человек. Да, понятно. Мы транслируемся минимум в 4 социальные сети, и нас смотрят минимум 50-60 человек. То есть мы просто берем количество. Это понятно? Ну да. Понятно. Где-то несколько месяцев назад делал предложение, которое, ну, мы так, ну, скажем так, пропустили, так скажем так. Вот. Предложение звучало каким образом. Ребята, если вы проводите, вы участвуете спикером в прямых эфирах, вы можете и в свои аккаунты тоже вести параллельную трансляцию. Как-то народ это мало кто услышал. Да. Вот. Все быстро заканчивается. Особенно хорошее, да. Для того, чтобы транслировать в Инстаграм через сервис Restream, да, для того, чтобы транслировать в группы Фейсбука через сервис Restream, требуется платный аккаунт Restream. Вот. То, что я вам сейчас показывал, 4 популярных социальных сети, это можно делать на бесплатном аккаунте, на бесплатном тарифе Restream, да, но он вот меня уже стал очень сильно напрягать. Напрягает своей этой ненавязчивой, но постоянной рекламой, он фигачит постоянно ссылку на свой сервис в описании, да, и, конечно, не дает возможность транслировать в Инстаграм. Инстаграм Какой платный тариф? 49 долларов в месяц. Вот то, что у нас было, то, что я вам предлагал, девчонки, давайте использовать, подключайте, ничего не получилось. Платить по 49 долларов в месяц для того, чтобы привлекать людей на бесплатные мероприятия, на которых вы ничего не продаете, да, ну, как-то, извините, это уж слишком выкидывает, тут не денег жалко, а просто на что не тратится. поэтому, коллеги, что я сейчас вам предлагаю. Я сегодня купил программу, которая будет работать как сервис рестрим. Эта программа я сейчас никакой тайны не буду делать, вот я нахожусь на ее официальной страничке, это профессиональная программа вещания, она называется X-Split. Основное, что она делала всегда, я первый раз с ней познакомился, когда она из одной веб-камеры делала несколько камер, вот у них всегда было направление много поточности, много задачности. И вот эта сама программу позволяет сразу фигачить, вести прямые эфиры в несколько социальных сетей, в том числе можно фигачить и в Инстаграм, то есть вести прямой эфир в Инстаграм. Поэтому я ее постараюсь завтра настроить, я не думаю, что я успею сделать все до четверга, чтобы эфир высокого транслировать в Инстаграм, но постараюсь. Вот поэтому я в очередной раз, второй и последний раз обращаюсь к вам, значит, коллеги, кто ведет Инстаграм, кому он нравится, да, и кто не знает, что туда выкладывать, да, почему вы не выкладываете туда наши вот рекламные материалы, которые мы делаем, мне понять сложно, реально. Но сейчас опять появится возможность наши прямые эфиры транслировать ваши, ваши, ваши профили Инстаграм. Вот кому это нужно? Это можно будет сделать. Кажется, а можно спросить, то есть независимо, кто спикер будет, да? Вообще параллельно. Вот если вы считаете, что этот прямой эфир украсит ваш профиль, да, пожалуйста, будете транслировать свой профиль. если вы выступаете, вот вы, Светлана, вы проводили прямой эфир, да, было бы вообще классно, если бы ваш прямой эфир, который ведете вы, шел бы и в аккаунт Ольги Васильевны, да, и шел бы еще и в вас, да, вы же больше всех народа на свой прямой эфир пригласили, да, а получат ваши друзья на ваших профилях его и не увидели, понимаете, вот в чем разрыв стереотипов. Вот, поэтому вы можете, конечно, транслировать все наши прямые эфиры, можете выборочно транслировать, но это уже пошли технические моменты. Значит, смотрите, коллеги, какие условия? Я понимаю, я вот написал, а мне начали в личке писать, что я хочу, я хочу, я хочу. Я понимаю, что вы многие хотите, но хотеть мало, нужно что-то делать. Поэтому, если ваш аккаунт мертвый, как, не знаю, дохлая лошадь, понимаете, если в нем три публикации, сделанные год назад, и больше вы нифига туда не выкладываете, оживить их прямыми эфирами, это бесполезно, просто трата времени будет. Давайте уж так честно скажем. Поэтому, кто занимается развитием своего инстаграм-аккаунта, вот, если у вас там прирост друзей, какая-то активность, тогда есть смысл в ваш аккаунт что-то транслировать. Тогда это кто-то увидит, понимаете. Если у вас мертвый аккаунт, ну, что туда воду лить, там уже все выгорело. Но можно, конечно, месяц... Но это касается только инстаграм-аккаунта, да, то есть эти будут, или это можно и в другие сети тоже транслировать будет? Значит, хороший вопрос. Смотрите, любовь, в принципе, можно подключить и другие сети, но, если в инстаграм я могу подключить, не запрашивая у вас логины и пароли от вашего аккаунта, вот это вот можно сделать, вы, логины и пароли останутся у вас, то для того, чтобы подключить ваш фейсбук, ваши одноклассники, то есть мне потребуется у вас спросить ваши логины и пароли. Я не хочу это делать, честно говорю. Вот инстаграмы ваши я могу подключать. Поняла. Фейсбуки ваши, контакты не хочу, честно говорю. Ясно. Поэтому это предложение исключительно для инстаграмеров и тех, кто их ведет. Вот. Если вы решили, что да, мне это нужно, что вам нужно сделать? Как говорит Толька Васильевна, нужно подытожить. Что вам нужно? Во-первых, коллеги, войдите в свой аккаунт Инстаграм с компьютера. Не с вашего телефона, а именно с компьютера. Вам придется это обязательно сделать с компьютера. Почему? Потому что для того, чтобы я смог подключить вас в инстаграм-аккаунт, на вашем компьютере, не на телефоне, а именно на компьютере, должна быть вот такая вот замечательная программка. Ялдак. Что она делает? До чего она нужна? Я расскажу. Но именно эта программка позволит мне соединить ваш инстаграм-аккаунт с нашей трансляцией. Как ей пользоваться, я расскажу. И первое, что она от вас запросит, это введите ваш логин и введите ваш пароль от инстаграма. Понимаете? Если вы свой пароль не помните, а это у вас тут у большинства, значит, тогда вспоминайте его и на своем компьютере войдите в свой инстаграм. Те, кто войдет в браузер и хром, я очень рекомендую это сделать в браузере и хром, потому что в браузере и хром есть вообще шикарное расширение. Оно называется инсист. Вот оно. Я это вам уже тоже показывал. Это расширение позволяет вообще ввести инстаграм с компьютера точно так же, как с телефона. Я вот, если бы не было этого расширения, я вообще инстаграмом бы не занимался. Потому что что-то там ковыряться на телефоне я в принципе не хочу. Вот я сделал картинку в конвее и прям с компьютера сразу сюда загружаю. Поэтому у меня так более-менее этот инстаграм-аккаунт, там что-то там движуха какие-то идет, кто-то тут лайкает что-то там и так далее. Но это только благодаря тому, что я его веду с компьютера в хроме через расширение инсист. Об этом расширении есть видео на платформе, кому интересно, смотрите. Все. Ну все. Вспоминаем логин и пароль инстаграма. Когда я все настрою, я кину еще в наш чат. Игорь, ну я так поняла, что, допустим, если я веду с рестрима в четыре сети, то чем я... Вам и хватит. Если вы инстаграмом не занимаетесь и вы с рестримом полностью разобрались, Татьяна, вам вообще ничего менять не надо. То есть, если вы решите там вот что-то делать с инстой, ну тогда нужно подумать о покупке платного аккаунта рестрима. Но в вашем случае, вы смотрите, вот в вашем случае как вести трансляцию. Вот кто был на прямом эфире, который Лена проводила, она же делала по-простому, тоже я об этом говорил, то есть, она сидела за компьютером, вела трансляцию через Zoom, рядом стоял ее телефон, и она транслировала в Инстаграм, а потом он еще классную вещь такую сказал. Я сейчас покажу демонстрацию стола тем, кто в Инстаграм. Думаю, как же это делала. Она просто взяла и развернула свой телефон. У нас Николай Андреевич Кузакок, мы ваши. Так, значит, повторяю, подытоживаем, кто захочет, чтобы вы его в Инстаграм-аккаунты шел прямой эфир, восстанавливайте свои пароли, войдите в свой Инстаграм с компьютера, и, конечно, будем транслировать прямые эфиры только в аккаунты, которые развиваются, в которых идет какая-то движуха, кто постит более-менее регулярно, ну, то есть, что-то делать. Вопросы есть по Инстаграму? Игорь, вопрос такой, а если, допустим, проводишь эфир с телефона, он, ну, как бы он будет транслироваться на компьютер, надо как-то подключать вот эту программу? Потому что я обычно, компьютер у меня есть, у меня там есть Инстаграм, даже открытый, вот, ну, правда, в Мозиле, не в Гугле, это, но эфиры я обычно с телефона, потому что у меня там камера лучше, и она, ну, как бы... Нет, это без вопросов, то есть... Не важно, да? Абсолютно не важно, главное, чтобы вы на компьютере запустили вот программку, которую я вам показал, Белл Дак, вот, ввели... Можете сбросить ее название, а то... Я все расскажу, когда будем... Я же каждому могу все это дело настроить. понятно. Потому что, ну, я не думаю... Да, все, поняла, спасибо. Вот, главное, чтобы на компьютере у вас была установлена вот эта вот программа, главное, чтобы у вас был логин и пароль от вашего Инстаграм-аккаунта подтвержденный, то есть, поэтому войдите. Я это вот уже несколько раз говорил, но все равно, когда мы доходим до логинов и паролей, возникает ситуация, о чем мы не вошли, ну, потому что логин и пароль у вас неверный, вы его уже потеряли или забыли, поэтому, чтобы не тратить на это время, проверьте, пожалуйста, войдите, авторизируйтесь, и окей. Так, по прямым эфирам Инстаграм понятно? У меня, у меня такой вопрос, если я правильно поняла, если подключить эту программу, то одновременно вести эфиры в другие не получится, сети, только в Инстаграм. Так? Я правильно поняла? Еще раз. Ну, вот у меня раньше было, я проводила эфиры, сейчас я перерыв пока сделала, я проводила два эфира, один в Инстаграм отдельно, а другой эфир я проводила в рестрим, это Одноклассники, Фейсбук и ВКонтакте. То есть присоединить туда Инстаграм все равно не получится, чтобы сразу в одни сети, все равно или-или будет. Так? Ну, вот это разделение эфиров просто было обусловлено тем, что у вас не было платного аккаунта рестрима. Если бы у вас был платный аккаунт рестрим, тогда вы могли бы... Я это понимаю, а вот сейчас на этом, вот эта программа, она может дать возможность во все сети? Ну, конечно, естественно. То есть мы же будем вести во все сети. А, то есть во все сети плюс Инстаграм. Все, вот это я хотела уточнить. Да, и причем не в один Инстаграм, я надеюсь, мы будем вести, не в один аккаунт Инстаграм. Я надеюсь, что теперь мы будем закрывать очень много аккаунтов. То есть я думаю, что будет несколько Фейсбуков, несколько контактов и однозначно несколько аккаунтов Инстаграма. Потому что компьютер потянет, интернет хороший. То есть я не думаю, что мы подключим туда один ваш, например, аккаунт или только мой. То есть 3-4 аккаунта я планирую подключать, чтобы был больше охват. То есть все это делается только ради одного, чтобы увеличить охват. То количество людей, которые смотрят, чтобы их было больше. Вот и все. У меня на компьютере... Ой, простите, тоже Инстаграм открывается, только я не знаю, какая там программа у меня, но я его открываю. Нужен просто логин и пароль, чтобы он вас где-то был сохранен. Не где-то сохранен там в браузере. То есть вы должны четко знать свой логин и пароль, потому что его нужно будет вводить. Так, еще вопросы есть по прямым эфирам? Там котлеты? Да, они каждые полгода. Сейчас у меня какие заменения? Котлеты? Все, кто я заменил. Котлеты, по второй, по 70. Котлеты – это хорошо. Да, и котлеты – это вкусно. Но вредно. Так, ладно, едем дальше. Значит, коллеги, второй вопрос, и наиболее важный, это по чат-ботам, по работе с базой. Вот мы уже провели две встречи, поговорили о важности работы с базой. Не буду сейчас на это тратить время. Единственное, я рад, что вот на тот вопрос, который я задал, я наконец-то получил конкретный ответ. То есть я задал вопрос. Коллеги, кто может 100% сказать, что всю свою клиентскую базу он известил о том, что у нас, например, были такие классные скидки на мега популярные продукты. И мне, не помню сейчас кто, не буду вспоминать, чтобы, может, человека не подставлять. И я получил конкретный ответ. А как это вообще сделать можно? То есть, понимаете, у человека даже в голове нет этого понимания, что это вообще-то нормальная ситуация, когда все ваши клиенты, то есть те люди, которые вам приносят деньги, все эти люди от вас получили уведомление о такой мега крутой акции. Я получил четкий ответ, что это сделать практически невозможно, потому что у нас телефонов кого-то нет и еще чего-то нет. Поэтому, коллеги, давайте опять же не будем обманывать себя. Когда вы себе говорите, что у меня там клиентская база, там, 5000 человек, вы тогда себе следующий вопрос задайте. Ребята, с каким количеством из этих людей я могу быстро пообщаться? Какому количеству людей я могу отправить прям какую-то очень важную, полезную информацию о каком-то событии? Ну вот, например, там, Гусаков в четверг выступает. Кто может всей своей базе отправить приглашение? Вот какому количеству вы можете ответить, отправить? Вот если вы скажете, что я могу это сделать за несколько часов, там, сотни человек, то давайте честно говорить, что ваша клиентская база это не тысячи людей, а это сотни человек. Вот. Конечно, сейчас тут кто-нибудь скажет, да ладно, я вот ничего никогда не отправляю, но люди ходят и покупают. Значит, опять же, народ, ну, вы тогда честно себе скажите, что в вашей заслуги в этом абсолютно никакой нет, что это заслуга просто вот замечательного продукта компании VivaSan. Вот. А вы тут вообще никакими краями не присутствуете в этом процессе продаж. И потом следующий себе вопрос задайте, а какое количество людей бы у меня покупало при таком классном продукте, если бы я выстроила систему оповещения этих людей о тех акциях и мероприятиях классных, которые у нас постоянно проходят, но о которых почему-то далеко не все знают. Вот чтобы выстроить эту работу, вам нужны инструменты работы по клиентской базе. И вот инструмент, который я вам показывал, и который вот мы наконец-то достроили конкретно для Татьяны Панарина, это инструмент, который работает, так не в тот профиль вошел, работает с базами, которые собираются именно чисто в интернете, причем собираются они в один клик, и собираются четко контактные данные правильно, потому что эти контакты не человек руками вбивает, они выдергиваются из их социальных сетей автоматически, то есть здесь не может быть никакой ошибки при вводе данных. Вот поэтому все базы собираются с правильными контактными данными. И что мы сделали? Мы Татьяну зарегистрировали в таком вот замечательном сервисе SmartSender. Этот сервис позволяет общаться с людьми минимум по четырем каналам. Это Telegram, это Viber, это Вконтакте и Facebook. То есть отправлять этим людям оповещения, сообщения, выстраивать с ними диалоги. Сервис позволяет ввести статистику по вашим подписчикам. Вот на данный момент у Татьяны 21 человек. Позволяет выстраивать с людьми нужные вам диалоги в автоматическом режиме, абсолютно без вашего участия. Вот, например, тот диалог, который выстраивает этот сервис, когда люди попадают в воронку Татьяны. Сервис 7 дней в неделю и 24 часа может общаться с людьми и отправлять им вот такие вот сообщения. Как люди попадают, как люди попадают вот в эти сообщения, через что они начинают общаться? У сервиса есть раздел, который называется инструменты роста. Здесь есть много инструментов роста. Мы используем один очень простой, красивый и понятный. Это сервис, инструмент, который называется целевая страница. Вот таким вот образом она выглядит у Татьяны. Вот такая ссылка на эту страничку. Это конкретно адрес этого сайта. Его можно скопировать, можно вставить в адресную строку и сайт вот откроется. Вот это одностраничный сайт, через который люди попадают вот в эти вот диалоги, которые мы выстроили в разделе «Воронки». Мы человека приглашаем вот на такой вот сайтик, объясняем ему, что он должен сделать, почему ему нужно подписаться, почему ему нужно попасть на наше мероприятие. Мы за это ему даже даем подарок, причем подарки мы сделали реально хорошие, подарки три в одном. Это подарки, которые не просто дают какую-то пользу, они, во-первых, человеку доказывают, что этот подарок, этому подарку можно верить, потому что мы доказали, что человек, который раздает эти подарки, он эксперт. И, естественно, этот подарок, этот рецепт, он продвигает саму Татьяну Панарину как ароматерапевта. Кто не видел вот эти рецепты, которые мы скидывали, я, кажется, всем он кидал. Сейчас найду в переписке с Татьяной. Я их исправлял много раз. Кто не видел, покажу. Кто видел? Ну, вот они, они. Это уже готово. Сейчас в виде картинки найдем. Мы же там ошибки исправляли. Вот мы же все присутствовали. Вот так это все выглядит. Сам рецепт, кто его раздает, почему можно верить, да, и вот уже сам рецепт, опять же, контакты, связывайтесь, как использовать, все написали максимально подробно, понятно, да. И вот посмотрите, как работает воронка у Татьяны конкретно. Я прям сейчас вам даже ее покажу, так вот увеличу, смотрите, какой диалог ведет с человеком, подписавшимся, вот Татьяна. То есть он этому человечку, который пришел вот с такой странички, делает маркировочку, что это человек, который пришел вот с такой страницы. Для чего это нужно? Для того, чтобы база была разделена. То есть теперь Татьяна знает, кто пришел именно на новости от Татьяны, а кто пришел вот просто на здоровье, красота, благополучие. И все это делается с помощью вот таких маркировочек, которые можно вставлять в цепочке диалога. Вот, получил маркировочку, потом пошло первое сообщение имя человека, который выдергивается из профиля, например, Игорь, благодарю вас за подписку, потом ему отправляется следующее сообщение автоматически без всякой задержки. скачивайте обещанный рецепт для укрепления вашего здоровья и нажмите на кнопку с нужным рецептом. Первая кнопка это кашель, вторая иммунитет, стресс и так далее. То есть за каждой кнопкой прячется рецепт от кашля для иммунитета и так далее. То есть человек нажимает вот на какую-то кнопочку и что происходит? Происходит то, что открывается Яндекс.Диск и загружается рецепт, который я вам показываю. Вот тут, возможно, я немножко еще подправлю, потому что когда мы человека куда-то выводим за пределы чего-то, иногда человек не возвращается. Поэтому я сделаю еще один вариант, когда этот рецепт будет прям появляться в виде картинки в цепочке диалога с человеком. Вот сейчас его отправляют на Яндекс.Диск, открывается этот рецепт и потом идет пауза в 5 минут, чтобы дать человеку этот рецепт почитать. Нет, 4 минуты я поставил. Вот человек читает рецепт, бот ждет 4 минуты, дальше ему отправляются следующие сообщения. Там Игорь, наш рецепт от кашля поможет вам чувствовать себя хорошо круглый год. Расскажите о вашем кашле подробнее. Ну, то есть делается все возможное, чтобы человек втянуть в общение. Вот эти, конечно, кривые слова с ошибками ну, писал, понимаете, я. Вы, люди с более правильным подходом к людям, которых вы любите, знаете, да, вы вот эти диалоги, конечно, можете написать и однозначно напишите умнее, потому что вы с большим количеством людей уже на эту тему пообщались, поэтому у вас есть уже цепочка диалога с человеком. Я просто сидел, выдумывал от балды и согласовывал с Татьяной, поэтому возможно то, что я тут написал, да невозможно однозначно, не так хорошо. Вот. Это вовлечение человека в диалог. Вот. Расскажите, да или нет, то есть, хочет он рассказать или не хочет. Если человек хочет рассказать, что происходит дальше, появляется следующее сообщение, здесь написано, опишите ситуацию, и бот начинает ждать, пока человек что-то там не напечатает ему и не нажмет на кнопочку отправить. Вот. Будем считать, что он что-то напечатал, нажал отправить, опять идет умная задержка, то есть, типа я сижу, читаю что-то, что мне тут напечатали, да. Вот. А дальше, дальше, так как на страничке мы написали, видите, самому активному будет супер бонус, а все, что мы пообещали, нужно выполнять, мы же не депутаты, да, поэтому обещали самому активному бонус. После задержки появляется следующее сообщение, благодарю, что поделились, ну, то есть, человек потратил время, написал какое-то о себе, чем-то поделился с вами, чем на самом деле, вы это не увидите, это ваш бот увидит, хотя можно все это собирать и выгружать в таблицы, можете просматривать, какие проблемы у людей, да, при желании. Вот, и дальше мы ему предлагаем супер подарок, то есть, скачать три рецепта, и тогда он получает сразу все три рецепта, вот, которые, о которых заявлено на главной страничке. Либо, что нам наиболее важно, это пригласить человека на консультацию. То есть, вообще-то, вот, задача всей, все это, всего этого счастья, это именно найти активных людей и пригласить их на консультацию в Татьяне. Они прошли вот эту вот цепочку, да, дошли до консультации и нажали «Хочу консультацию». то есть, появляется заключительное практически сообщение, то есть, Игорь, нажмите на кнопку «Записаться», откроется сайт нашего специалиста, мы все человеку рассказываем, что будет дальше, чтобы он понимал, что произойдет, когда он нажмет на соответствующую кнопку и заполните форму бесплатной консультации. То есть, нажал, его отправили на сайт, на персональный сайт Татьяны Панавиной. Я его сейчас показывать не буду, я его вам показываю. И на этом сайте есть блог «Запишись на консультацию». Все. Игорь, все отлично, как нам это повторить? Ну, это там следующий вопрос с повестки. То есть, я вам показываю, как это… Это самый главный, это принцип, вы поняли. Это не самый главный вопрос, повестки. Это не самый главный вопрос. Я вам показал, какие диалоги можно выставить, причем, эти диалоги можно выставить очень сложно, здесь колоссальное количество этого сервиса возможностей по развитию этих диалогов. То есть, ну, чего только не можно делать. Вот поверьте вы, любую комбинацию развития диалога можно реализовать с помощью этого сервиса. Поэтому, если у вас в голове выстраивается, как человека заинтересовать, какие ему интересные вопросы задать, как с ним какие-то прям вот такие почти живые разговоры завязать, все это можно сделать. Поверьте мне, все это можно сделать. Я вам сейчас показываю, как работает вся эта цепочка. И вот теперь смотрите, вот эти сами диалоги, вот сайтик, с которого они попадают в эти диалоги. теперь вопрос, как люди попадают на этот сайт? Пялить его надо везде. Давайте конкретно говорить. Пялить его везде не надо. Публиковать, в постах во всех публиковать, своим знакомым, клиентам, и так далее. вот смотрите, я вчера поместила объявление на завтрашний эфир, и ссылку на эфир я не дала, а дала ссылку вот на этот, значит, как там я написала, чтобы попасть на эфир, зарегистрируйтесь на него, ну, как так. Вот. А в день эфира ссылку на сам эфир я вам я помещу или сброшу, ну, как так. Смысл это? Ну, вы, Татьяна, прямо рассказали, что я сейчас народу хотел еще рассказать, и еще просто хотел получить конкретный, ответ на конкретный вопрос. То есть, как люди попадают в диалоги, понятно, они попадают вот с этого сайта. Теперь, как люди попадают на этот сайт? Вот, понимаете, чтобы вся эта воронка работала, мало умно написать эти диалоги. Самое главное, чтобы люди попадают в эти диалоги. Ну, рассылку надо, наверное, сделать с этой ссылкой на сайт. Она сделана, ссылка. Ну, рассылку, получается, личными сообщениями, чтобы люди получили себе личные сообщения. Через мейтиры люди будут приходить. Я вас понял, коллеги, вот она, наша проблема, понимаете, вот она, наша проблема, понимаете. Нет, это проблема, я тогда говорила, что проблема у меня, что я теряю людей. Они зашли в тот момент, когда увидели пост с прямым эфиром. Нового эфира нет. больше задавать не буду, потому что я понимаю, что все-таки, ну, до конца, как это все работает, нет. То есть, видимо, пока вы сами не начнете это делать, вы это точно не поймете. Коллеги, вот многим кажется, что самое главное сделать эту воронку, как мне ее получить. Многие кажется, что главное, чтобы ошибок не было на этой воронке. Вот поймите, народ, это все можно назвать одним коротким и понятным словом, чтобы четко спозиционироваться, что тут важно, а что не важно. Если даже вы в воронке напишите слова с ошибками, даже если у вас там будут какие-то непонятные и кривые вещи, конечно, кто-то поржет. Это понятно. Но в любом случае, даже если вы будете матерью Терезой и там все, и Орловым все там пропишите, все равно кто-то поржет. То есть, это не самое главное. Самое главное, какое количество людей попадает вот на этот сайт, вот на этот сайт, который приглашает людей начать диалоги, понимаете? Да, конечно, у этого сайта есть адрес. Вот он. Да, конечно, всем, кому я делаю одностраничные сайты, я им сделал возможность сокращать ссылки. То есть, вот смотрите, вот это вот ссылка Татьяны в оригинале, видите, такая длинная и страшная, а вот эта ссылка сокращенная, но ведет она туда же. Вот я тоже разместил пост о мероприятии. Вот так она выглядит в оригинале. По какой бы ссылке человек не прошел, он в любом случае попадет вот на эту страничку. Вот на эту страничку. Вот сюда он попадет. Конечно, лучше размещать вот эту вот красивую, потому что она значительно лучше смотрится в тексте, понимаете? Плюс здесь еще есть нужное нам название. Вивасан, да? Мы еще и пиарим свою компанию. Вот. Но, коллеги, поймите, что самое важное, чтобы большинство людей перешло по... нужное вам большое количество людей, целевых людей перешло вот по этой ссылке на ваш сайт. Если вы можете какими-то действиями своими нагнать людей вот на этот сайт, тогда будет результат. И тогда уже, конечно, не столь важно, что у вас там написано. Если будет людей много. Вот. Если, конечно, хотите людей не терять, то есть народ зашел, увидел ошибки, ему не понравилось и ушел, да? Конечно, нужно сделать так, чтобы вот на этом сайте все было без ошибок. Но если народу будет очень много, а это можно сделать, тогда качество вот этого сайта, ошибки в сообщениях, это уже как бы не принципиально. Все равно найдутся люди, которые пройдут всю эту воронку, будут из этих людей люди, которые запишутся на консультацию. При одном условии, если вот сюда заходит много людей. Если на этот сайт заходит мало людей, то никаких результатов от своей вот этой воронки, от всего этого потраченного времени у вас не будет. Поэтому возникает вопрос, как людей сюда нагонять? Я очень надеялся на то, что я получу простой ответ. Да у нас вот на платформе есть три способа, как гнать людей, имея ссылку на этот сайт. Вот. Но таких ответов я не услышал. Вот поэтому, даже если у вас будет все это, у вас результат не будет, народ. У вас не будет результата, потому что никто не будет видеть то, что вы сделали. трафик, трафик, количество людей решает все. Поэтому, народ, давайте честно скажем, если мы хотим, чтобы то, что вы делаете, чтобы вы показывали свою экспертность, и чтобы был какой-то результат, нам нужны люди и в нужном нам количестве. А у нас на наши прямые эфиры мы можем привлекать тремя способами. Даже можно по телефону людям что-то рассказывать и объяснять им, как попасть на прямой эфир. Коллеги, давайте честно скажем, приглашать людей подписываться на прямой эфир по телефону, это вообще просто трата времени. То есть, ну, никогда вы человеку, который, ну, далек от интернета, не объясните, где ему вот набрать такой адрес, чтобы он по этому адресу прошел. То есть, по телефону вообще не вариант. Вживую при личных встречах тоже уже не вариант. Единственное, что можно сделать, если все-таки кто-то из вас зафигачил такие вот визитки с QR-кодом, вот, вот такая визиточка с QR-кодом. Вот за этим QR-кодом можно закрепить любой, любой сайт, то есть, любой вот этот адрес. Вот конкретно за этим QR-кодом закреплен адрес нашего сайта закбв.ру. Вот вы даете человеку в руку не отсылаете ему вот это вот в личном сообщении. Вы в руку ему даете вот эту вот бумажку. В каждом телефоне сейчас есть сканер QR-кодов, он его считал и сразу попал на этот сайт. Все, и дальше уже процесс пошел. Понимаете? Вот так это работает. Приглашать людей в мессенджерах на чат-боты можно только в одном случае. Вот опять же, я разговаривал не буду говорить с кем, мне сказали честно, что да у меня и так столько народу, мне бы со своими разобраться, понимаете? Поэтому смотрите, коллеги, если ваша задача оповещать в первую очередь своих людей вот вашу структуру, вы хотите, чтобы, ну, во всяком случае, хотя бы структура у вас вот двигалась, да, тогда вы, конечно, можете использовать свои мессенджеры, потому что в телефонных книгах это люди, которые вас знают, ну, это ваши люди, да, вот тогда отправляйте им личные сообщения, подпишись, пожалуйста, на мои новости, чтобы я могла тебя быстренько оповещать о наших мероприятиях, подпишешься, он говорит, да, подпишусь, сейчас эти ссылку отправлю, кидайте ему вот такую ссылку, все, человек подписывается, попадает в вашу базу, вы можете по нему теперь рассылать, но это, если у вас задача, есть ли задача, в первую очередь собрать своих, вот, поэтому, если у вас такая задача, значит, сидите в своих мессенджерах, там, ковыряйтесь, пишите, со своими работать попроще, вас поймут, простят, да, если задача, если задача пригласить новых людей, насколько я сейчас понимаю, у вас у всех задача регистрации, то есть, нужны новые люди, понимаете, поэтому, если вы с людьми не встречаетесь живую, если вы им не даете вот эти вот визитки в руки, да, вот, единственный способ найти новых людей, это социальные сети, все, других вариантов нет, мы сидим в социальных сетях, добавляем себе в друзья целевых друзей, то есть, занимаемся тем, что говорит президент, нетворкинг, то есть, постоянно увеличиваем новое, свое окружение, обрастаем новыми друзьями, и все, кто принял у вас заявочку, мы им пишем в личечку, привет, благодарю за дружбу, а не хотите ли вы, а если бы я, да, хочу, да, ответил, отправляем ссылку, да, это для тех, кто любит и хочет общаться с людьми, вы все, MLM предприниматели, MLM предприниматели, это люди, которые, это бизнес отношений, то есть, тут, хочешь не хочешь, нужно учиться общаться с людьми, поэтому, конечно, личная переписка, это, ну, один из самых эффективных способов, конечно, он сжирает очень много времени, но за все надо платить, за эффективность личной переписки я плачу время, кто не хочет с людьми общаться, какая единственная, какие две возможности есть, это вопрос, первые не общаться, ну, это, правильно, это, это шикарный вопрос, вот у меня нет клиентов, нет подписок, я сижу там у себя на складе, медитирую о чем-то, да, вот, переживаю, но вот хуже всего, если все-таки пойдут люди, с ним придется общаться, поэтому лучше правильно сидеть, переживать, и себя жалеть, нет, я не об этом, как привлечь новых людей на этот одностраничник, если вы почему-то боитесь общаться с людьми, но вот вас же там пошлют, порвут, и так далее, боты, боты, какие боты, какие боты, при помощи интересных постов в социальных сетях, как вариант, где эти, давайте вот, все-таки, вот это общие слова, боты, очень интересные посты, где они размещаются, конкретно, что нужно делать, вот, ну, в социальных сетях, я же сказала, неправильно, Игорь, вот, знаете, это значит, я пойду, сейчас пойду погуляю, куда-то, вот, да, я могу, конечно, там уехать куда-то, это тоже можно назвать погуляю, понимаете, социальные сети, это очень общая, понятие, мы говорим о конкретных действиях, мне нужно получить новых, заинтересованных людей, на свой сайт, что я конкретно должен делать, я не хочу людям писать в личку, я боюсь, я стесняюсь, можно сделать пост, можно сделать группу, объявление, сообщество, в очередной раз говорю, вопросы задавать больше не буду, значит, смотрите, народ, опять же, надеялся на ответ, что, ну, у нас же есть урок в обучающей платформе, как постить рекламные посты, как размещать рекламные посты в чужих группах, вот, понимаете, если ваш аккаунт не имеет, хотя бы, вот, такого количества друзей, да, размещение постов на своей личной страничке, это два перехода, вот по этой ссылке, в лучшем случае, поэтому, писать я не хочу, я боюсь, чего боюсь, я это не понимаю, объяснить не могу, да, аккаунт у меня мертвый, как привлечь людей, да, блин, ну, народ, ну, все очень просто, я прусь туда, где люди есть, меня интересует здоровье, что я делаю, о, возможности человека, система фиг знает что, человек творит своего счастья, ну, прекрасно, но у них закрытая стена, видите, я не могу в этой группе разместить информацию, что я делаю, я ищу группы, где есть открытая стена, где я могу сделать то же самое, что я делаю на своей страничке, где есть вот такое, блин, где есть вот такое замечательное действие, как, а что у вас нового, вот, смотрите, то есть в любой группе, где я открытая стена, есть вот такая вот штука, а что у вас нового, и вы здесь берете и размещаете свой информационный пост, ставим себе задачу каждый день 10-20 целевых группах, что значит целевые группы, мы работаем в области здоровья, по большому счету, для нас любая группа целевая, но я бы отсюда убрал бы группы, посвященные геймерству, потому что там сидят очень люди, которые со здоровьем, ну, очень в интересных отношениях, но где сидят люди, которые уже либо понимают, что здоровье – это самое главное, там можно поститься, просто, да, размещать свои посты, как это делать, очень подробно рассказано в отдельном уроке, который так и называется, как размещать в группах, сидим и размещаем. Не забанят, Игорь, за то, что в чужой группе? Значит, еще раз говорю, если вы будете делать так, как я рассказал в уроке, то сразу не забанят, понимаете, сразу не забанят. Если будете делать, как делаете вы, многие, то забанят сразу. Но в лучшем случае удалят ваши посты, и вы будете переживать, как же мы вас пост удалили. Но это абсолютно не важно. Значит, смотрите, коллеги, вот эта воронка, которую мы сделали Татьяне, в чем ее принципиальное отличие от того, что мы делаем сейчас по приглашению на наши прямые эфиры? Принципиальное отличие в следующем. Если вы сейчас на прямые эфиры приглашаете в лучшем случае в понедельник и в четверг за час до эфира, то есть работаете, ну, там, 2-3 часа. То есть 2 дня работаем, 5 дней нифига не делаем. Значит, при таком подходе никогда не будет каких-то вот движений, да? Воронка, которая сделана для Татьяны, она может работать и должна работать 24 часа 7 дней. То есть Татьяна может каждый день выделять себе время, и если она не хочет какие-то другие действия совершать, просто постить информацию об этом мероприятии в целевых группах и не только ВКонтакте. Можно использовать Facebook, там очень много групп с открытой стеной. Размещайте там. Можно использовать другие ресурсы, где можно разместить информацию со ссылкой на рекламируемый сайт. Вот. Пожалуйста, делайте это, набирайте базу, смотрите, заходите в свой личный кабинет, смотрите, какое количество людей у вас упало. А в момент прямого эфира, в день прямого эфира, вы делаете по этой базе рассылку. Вот уже люди собрались, и вы в момент прямого эфира делаете рассылку. Сегодня я хотел показать, как это делать, прям конкретно показать, но показывать не буду, что-то как-то подуставшее, я честно, потому что и так, я думаю, просто не поймете. Опять же, Татьяна рассылку делает, можете с ней пообщаться, она вам что-то расскажет. Значит, когда сделаю правильную рассылку для Татьяны, что значит правильная рассылка? Как вы думаете? Нет, не буду спрашивать. Что значит правильная рассылка? Мы всегда, людей информируем, то есть, за час до прямого эфира мы ему говорим, привет, у нас сегодня прямой эфир, через час начинаем, да, прислать вам оповещение о прямом эфире, да, подписаться от рассылки. То есть, у человека всегда должен быть выбор, либо я хочу, либо я не хочу, то есть, не надо никого заставлять. Вот, если человек сказал, что да, я хочу, бот делает задержку, на час, и в 7 часов он отправляет ему следующее сообщение, мы в эфире, ссылка, подключайся. И бот отслеживает тех людей, которые нажали на кнопку и перейти на сайт. Зачем? Для того, чтобы, опять же, база была помечена теми людьми, которые к нам перешли на сайт. Потому что, после окончания вот этой первой рассылки, мы делаем еще одну рассылку, например, 7 часов 10 минут. Но рассылаем только тем людям, которые на сайт не перешли. Только они получают оповещение, слушайте, у нас прямой эфир, вы пропускаете, переходите. Последнее напоминание. Все, и еще раз ссылка. Вот такие три сообщения люди будут получать, и тогда доходимость людей до этого мероприятия будет значительно выше. Конечно, можно сделать разовую рассылку, там 19 часов, мы в эфире, ребят, приходите, вот ссылка. Это самый простой вариант. Но лучше, конечно, оповестить заранее, когда начался прямой эфир, и потом люди, которые не перешли, тоже им сделать рассылочку и тоже всех их пометить. Потому что когда вы людей метите, у вас через какое-то время в базе появятся люди, которые часто ходят к вам на прямые эфиры. Вы можете сказать, это активные люди, это мой золотой фонд. И есть люди, которые подписались к вам в базу, получили ваш подарок и ни на один на ваш прямой эфир не пришли. Ну нафиг тогда их вообще приглашать, зачем по ним делать какие-то рассылки, понимаете? Ну, об этом мы говорили на первой встрече, когда говорили о сегментации базы. Значит, давайте так поговоримся, потому что уже час болтали, и вам тяжело, и мне тяжело сегодня, что-то очень тяжело, очень тяжело сегодня, потому что у меня сегодня был... давайте повеселее, а то я тоже еще на работе. Все, значит, понятно, как сейчас можно приглашать на прямые эфиры. То есть, какие тут плюсы? Мы можем приглашать каждый день, причем мы этих людей собираем к себе в базу. Вот, и у нас будет повышенная доходимость людей, потому что в момент прямого эфира мы им будем отправлять. Значит, эту воронку получить очень просто. У этого сервиса есть такая фишка, которая называется шаблон. Вот то, что я сделал, Татьяне, я могу скопировать, дать ссылку, вы по этой ссылке пройдете, и в вашем аккаунте, в вашем аккаунте сервиса Smile Center все, что вам нужно будет, просто бесплатно в нем зарегистрироваться, если нужно будет, помогу. Вот, я планирую записать урок и по регистрации, по подключению каналов, да, и потом просто проходите по ссылке, и у вас появляется в вашем аккаунте уже готовая со всеми элементами вот эта воронка, которая сейчас тестируется на Татьяне Паналиной. Все, она у вас есть. Потом будет небольшая инструкция, что нужно подправить, ну, например, чтобы вы не отправляли подарки Татьяне, а отправляли свои подарки, да, чтобы вы не шли на сайт Татьяны, а шли на свой сайт, понимаете? Да, да. изменения сделать, и все, у вас уже воронка заточенная под вас. Но работающая точно так же. Все. Игорь, можно вопрос? Я видела, там написано, были трансляции. Что это за трансляции? Сэндлеры в этом, или Сэндлер, как он там называется, где чат-боты именно. Там можно отправлять и видео, и картинки. То есть, вот можно, как вы говорите, вставлять сэндлеры на Яндекс. Можно очень много чего отправлять. То есть, вот смотрите, но это уже показывал, но еще раз. Но это как суперкрутые лендосы, когда делают, там приветственное видео можно даже делать первое. Или благодарю. Воронки можно отправлять. Ну вот смотрите, я выбираю сообщение. Что может сообщение? Может быть текст, может быть видео, может быть аудио, может быть картинка. Понимаете? То есть, вот все форматы, пожалуйста, отправляйте. Трансляции там нет? Я не поняла, просто где это слово трансляции, к чему оно вообще там было. Это видео. Я же видео смотрела, смотрела, как там что создавать. Не знаю. Трансляция, ну трансляция, это прямая трансляция, как это сюда всунешь. Не знаю. Ставить готовое видео, это да. А прямого эфира у него еще не сформировавшаяся ссылка, она потом поменяется, когда закончится, если мы говорим о ютубе. Там просто, если классную воронку делать, можно даже маленькие видео. Любое из этих вот сообщений, может быть не текстом, то сюда можно всунуть видео, пожалуйста. Вы его записали, и вместо вот этого текстового сообщения можно вставлять видео, сделать кнопку не да и нет, например, кнопку далее. То есть человек посмотрел видео, нажал далее, следующее сообщение, это следующее видео. Ну, то есть, ну, возможность же вставлять видео есть. Я же вот только что вам показывал. Игорь, Игорь, а каналы, когда научите нас подключать? У меня не получилось. Ну, во-первых, тут очень подробная инструкция по подключениям каналов. Очень подробно. Если вы все сделали, то, что я просил, для подготовки к подключению каналов, то есть, что нужно для того, чтобы быстро и просто подключать каналы. То есть, у нас целое видео, блин, на ютубе лежит, что нужно подготовить для того, чтобы быстро подключить каналы. То есть, у вас должен быть тимвивер на компьютере, вы должны быстро входить в свою почту без всяких вспоминаний, блин, паролей. Вот раз нажал, вот она, вот все, я в почте, видите, вот я в домике, да? Вы должны быстро входить в свой контакт, вот так вот выбрал, опа, в контакте. У вас в контакте должна быть группа, публичная страничка, да? То же самое, вы должны входить в свой фейсбук также, и тоже у вас должен быть паблик в фейсбуке. Вот у вас на компьютере должен стоять телеграм, вот, запустили с компьютера телеграм, и у вас на телефоне должен стоять вайбер. Вот если все эти условия у вас выполнены, выполнены, вот время на подключение каналов, это, блин, 10 минут, я вам честно говорю. Там на иностранном языке пишут, я не понимаю, я английский не знаю. Если у вас это все есть, давайте завтра прям встречаемся, я вам за 10 минут все это подключаю, запишу, прям включим запись, все это сохраним, и у вас будет... А во сколько можно? Ну, давайте спишемся после этого. Все, спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Вопросов нет вопросов, пока. Все, значит, я запись-то доставляю, устанавливаю, делаем для Гузакова рекламу. Кому уже все, домой пора, можно бежать.